И Халк забил. 2-1 счет стал. Теперь Ладыгин. Вот для вратарей всегда говорят, не гадай, стой на месте. Лучше не гадай, стой на месте. Конечно, бывает, что отгадывает, но лучше стой на месте, потому что не всегда получается, чтобы мяч летел в самый угол. Григорьев, да, и это он, Григорьев. Обманул сам себя. Один мяч в запасе. Фора у Зенита. 2-1. Григорьев хотел сыграть, как... Ну, уже многие футболисты так делают. Вицель. Аксель Вицель. 3-1. Аксель Вицель завезли в тот же угол, куда пробивал и... Халк. Гильерми опять пошел в левый угол. Самедов идет. Александр Самедов. Игрок сборной России. Воспитанник московского «Спартака». Здорово. 3-2. Теперь Ансальди. Ну, четко положил мяч в левый от вратаря угол. Есть даже одна кандидатская работа про то, что практически, когда пробивают с 11-метрового, вот этот автор этой кандидатской доказал, что вратарю невозможно отбивать. Ну, отбивают же. Но работа такая есть. Ансальди. Ох, как и главное угадал. Вратарь-то угадал. 4-2. Ну, по пенальти будем ставить по пенальти, да? 3-2. Давайте так считаем. 3-2. Пейчинович. Серб. Внимание, Пейчинович. Угадал Ладыгин, но уж очень здорово. Послал мяч под самую штангу, как говорят, в притирку. Может быть, даже мячик коснулся штанги. Еще раз смотрим, посмотрите. Не коснулся, но все-таки под самую штангу. Такой не достать мяч. 3-3. Но удар в запасе у «Зенита». Олег Шатов. Подходит к мячу. Маринато Гилерни. Локомотивист 2009 года. Штанга. И теперь четвертый удар. Ведран Чорлука. Гилерни был капитаном команды. Ну вот, был какой-то заигрыш Краснодарского клуба. Какие-то разговоры. И Гилерни тоже начал как-то поговаривать об этом, думать. В общем, ну вот и Черепченко все-таки предпочел назначить капитаном Ведерно-Черлуку. Ой-ой-ой. Вот стоял на месте, да? Ну, вы видели, какие движения, какие забегания дел сейчас Ладыгин. Кстати, вы помните, был матч, дебютный матч для Андрея Веложбоши. Ладыгин два пенальти отбил тогда. Был такой матч. Да. Вот эти вот беготня по линии как-то дезорим. Прекрасный гол и победа. Зенит выигрывает, и это второй титул у Андрея Веложбоша. Титул чемпиона и Суперкубок. Но в какой же упорной борьбе? Можно сказать, это волевая победа. Ведь проигрывали же первый тайм 0-1. Ну, а Локомотив в хорошую сегодня игру показал. Достойную игру. И вообще был близок к тому, чтобы и добиться победы. То есть футбол хороший, и мне кажется удовольствие огромное от этой игры.